всем привет ребят сегодня плановый брифинг для брокера markets кто еще не в курсе по четвергам всегда провожу их я я трейдер с 11-летним опытом у меня есть свой инвестиционный фонд то есть я торгую американский фондовый рынок при этом работаю со средствами инвесторов ну и попутно я работаю валютный спот потому что это был один из тех рынков с которых я начинал для тех кто не знает валютный спот это форекс сегодня расскажу вам об идеях которые готов реализовать в частности на валютном споте внутри фонда я торгую только акции но для себя у меня еще есть счет ваймаркет на котором я торгую валюту сегодня разберем что с валютой плюс дам вам наметки по америке расскажу что с нп и где закупать акции где открывать шарты в общем давайте начнем приступим начнем мы с вами с евро доллара по евро доллару структура рынка осталась прежней и несмотря на повышенную волатильность в моментами сейчас все вернулось привычный рыночный цикл то есть мы видим все таки снижение это область которую мы отбирали 1 10 1 11 она дала продажи единственное что здесь физически войти было практически невозможно потому что цена была с повышенной волатильностью и открыв часовой таймфрейм вы увидите что это волатильность была не совсем стандартной то есть движение было не однонаправленным она была разнонаправленным о чем это говорит это говорит о том что здесь очень много люди потеряли денег о том что стопы многих просто были триггернуты и в короткие в длинные позиции я не люблю такие вещи торговать потому что в них не дают ни продать не купить только тем кто работает без стопов но вы сами прекрасно понимаете что бывает с теми людьми которые работают без ограничения риска по поводу евро доллара здесь нужно посмотреть на позиционирование и оценить перспективы старших таймфреймов по старшему таймфрейму мы видим что есть зона спроса и у меня кстати все записано вчера с ребятами проводили отдельный брифинг 1 06 1 0 4 50 это область покупки 1 0 6 1 0 4 50 это значит что вы можете покупать 1 0 5 можете покупать 1 0 5 50 можете покупать 1 0 6 в зависимости от величины стопа который вы готовы поставить вы можете рассматривать покупку вся эта область является областью спроса стоп приказ должен стоять ниже 1 0 4 50 то есть допустим 1 0 4 40 но он не должен быть занижен 1 0 4 40 это уже с учетом фильтра с учетом фильтра на спред вот с евро долларом принципе это все что я могу сказать новозеландец тоже хорошая есть идея по новозеландцу который можно реализовать идея в короткую идея в короткую тоже позиционная если он пойдет на рост и вероятность этому довольно высока я даю вам идеи который можно будет реализовать в течение месяца это не значит что завтра я торгую среднесрочные не работаю интродэй позиции в принципе потому что считает вид трейдинга более спокойным средний срок с новозеландцем 0 63 0 64 50 вот она область предложения она очень хорошая она цикличная если вы посмотрите на неделю то вы поймете о чем идет речь изначальный покупатель был в области 64 63 этот покупатель был пробит если инструмент возвращается к прежним значениям большинство людей захотят купить доллар захотят купить доллар за новозеландец тем самым можем увидеть снова падение все понимают надвигающуюся ситуацию кризисную и несмотря на то что есть валюты национальные большинство предпочитает доллар для сохранения своих средств вне зависимости от страны но опять же в отношении евро конечно здесь поправки но если мы говорим о валютах частных то все-таки доллар перспективе и многие пытаются в нем сохранить свои деньги так что пробуем работать 64 63 64 50 короткие по длинным сказать здесь нечего дальше фунт йена тоже идея хорошая по фунт йена у меня стоял лимитник нужно сегодня его снова вернуть поставлю обратно это сто тридцать семь сто тридцать восемь пятьдесят то же самое тенденциальное движение мы видим тенденцию мы видим зону накопления позиции перед последующим импульсом и из этой зоны объема из этой зоны накопления нужно шортить сто тридцать семь сто тридцать восемь пятьдесят приоритет наверное вплоть до 130 то есть цель поэтому здесь можно работать и относительно фунта мы видим что довольно непонятная ситуация сейчас одной стороны это угасание то есть может отсюда падать но с другой стороны мы не видим предпосылок для того чтобы открывать позицию это вот фунт я бы оставил фунт йена неплохо то есть если вы хоть торговать фунт я бы взял фунт йену и поработал доллар канадец тоже интересный вариант он довольно далеко но вы же понимаете что такая волатильность как сейчас она может вам идеи дать в любой момент и здесь нужно поработать 34-32 но опять же здесь можно взять среднюю мы видим зону изначального предложения очень сильного которая была пробита и затем цена смогла выстрелить первая точка возврата это 34-32 мы можем попробовать поставить 33 точку входа 32 зону риска это будет оптимально идея отличная по канадцу тоже можно ставить лимитник вот евро доллар новозеландец фунт йена доллар канадец можно работать лимитником это отличная идея я вам с вами делюсь идеями которые являются ключевыми сейчас я не развожу аналитику что будет с евро что будет с франком без понятия что будет но я знаю где можно хорошо поработать это самое главное поэтому не забывайте поставить лайк написать комментарий хотите ли видеть мои выпуски мою аналитику на канале потому что на своем канале я уже проводить ее не буду опять же с того момента как я открыл фонд и начал работать на управление финансами честно говоря мне все эти аналитические прочие вещи на регулярной основе не особо интересны но с той аудитории которая готова слушать воспринимать поделиться приятно потому что если людям полезно это приятно если люди смотрят от скуки но следовательно пользы в этом никакой не для них не для меня поэтому жду обратной связи еврофунт с еврофунтом идет падение но очень сильная зона спроса очень сильная зона спроса позиционного характера сейчас объясню откуда это берется и как это все осуществляется изначально зона предложения мы видим что нисходящая тенденция нисходящий тренд и злом где произошел после пробоя продавца пробой продавца был здесь то здесь уже заходили новые покупатели и здесь срабатывали стопы подержали набрали позицию дали возможность попытаться людям продать и увели всех вверх вот здесь нужно покупать это очень крутая идея очень 87 86 до 87 86 все верно это можно поработать это круто нефть вчера я попробовал за шортить нефть сразу же взял свой стоп здесь я работал с коротким стопом была стагнация с попыткой сделать опять же структуру падения вот она структура падения да по хорошему нужно было ниже 20 шортить по хорошему но и решил сработать на опережение сработал 20 с половиной со стопом за 21 вот здесь то есть вот такая позиция это несколько рисково вчера на брифинге кстати об этом говорил что сама сделка не совсем из адекватных потому что она на опережение но попробовать стоило попробовал поймался стоп успокоился что касается того где можно поработать поработать можно 18 17 скорее всего что будет падать еще и можно попробовать поймать отскок 18 17 покупки по коротким короткие ближайшие вот где действительно стоит попробовать это 30-35 область но при этом область широкая и из этой широкой области нужно выбрать а где же конкретно войти вот здесь уже скорее всего скорее всего мой очень очень сложность что-то выбрать 35 средняя какая 33 33 35 короткий 33 35 а еще лучше еще лучше прям сделать ход конем как говорится 34 36 вот если кому интересно продать на случай роста в остальном сейчас здесь это бессмысленно волатильность такая что вы просто потеряете позицию bitcoin тоже с биткоином все не так просто как хотелось бы здесь структура рисуется но мы стоим в области коротких до тех пор пока цена не будет выше 7000 а длинных говорить рано сложно говорить о длинных пока мы не увидим триггера мы сейчас видим что цена не не может пройти этого продавца и стоит здесь те кто продал ваша задача 1 держать но опять же с риском за 7 с половиной те кто не продавал продавать сейчас не надо не интересно уже не интересно картина такова что может любой момент пробить поэтому ждите 7000 пробуйте покупать либо с короткими с короткими не знаю лучше лучше не трогать вот короткий прям негде открыть поэтому единственный вариант который предложу это выше 7 длинные америка вся америка вчерашним днем падала и если мы посмотрим то тот же united airlines упал на практически 19 процентов боинг упал на 12 процентов вин мэриот и так далее практически по 10 сити банковский сектор страдает опять же отельный бизнес авиа все это естественно очень сильно страдает по понятным причинам да кое-что даже растет супермаркеты растут волмарт крогер опять же фарма растет биотехнологии тот же дисней довольно крепко держится мекс эти дисны есть по тому что у меня сейчас есть эмиритрейт я закрыл полностью в прибыль я закрыл эмиритрейт в районе 35 с половиной покупал по 30 закрыл я решил разгрузить пакет понимая что будет более глубокое падение эмиритрейт я закрыл закрыл доллар 3 тоже закрыл с прибылью остался у меня в просадке дисней который в принципе хорошо держится и я готов буду докупить его на падении опять же на новой волне падения так 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 gm у меня остался который пиллер я закрыл надо было конечно подержать еще но это все игра в угадайку как говорится сейчас очень сложно работать что готов делать и что готов брать давайте начнем начнем со сын пи так 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 вот она сэн пи наш сегодня кстати давайте сейчас я быстренько при маркет посмотрю так к примарке так 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 сейчас секунду сейчас мы при маркет глянем что сегодняшним днем по при маркету открылся ростом на два процента две пятьсот то есть открылся ростом и сын пи и сейчас скорее всего европа тоже пойдет дак с немножко подрос до на пол процента сейчас мы с вами все это сделаем и так сэн пи посмотрите внимательно на структуру здесь есть два значения которые будут задавать ход движения одно из этих значений это две пятьсот второе значение две четыреста при росте выше две пятьсот скорее всего продолжится на две семьсот на две девятьсот вот сюда и здесь нужно будет думать о коротких с другой стороны при падении ниже две четыреста короткие будет открывать скорее всего поздно но при этом нужно будет думать о том где брать длинные то есть вот этот промежуток две четыреста тире две сто это зона куда улетит наверное две сто в основном я ориентируюсь на две сто и к этому момент нужно иметь кэш на который будете закупать вне зависимости от того как вы работаете вы можете работать непосредственно на вы можете работать cfd забыл как называется можете работать реальный рынок вот но при этом должны иметь кэш на случай докупки при этом без плеча это очень важно сейчас акции настолько волатильны что со вторым плечом со вторым если вы покупали на максимуме даже не на максимуме на 3000 индекса покупали на первом падении со вторым плечом то на большинстве активов вас уже вынесло все вас уже ликвидировала понимаете поэтому очень очень внимательно без плеча акции валюта прочее вы понимаете что там у вас ликвидность огромную понимаете что рынок круглосуточный все в таком духе но на акциях очень аккуратно очень очень и на сырье тоже металлы нефть сырье товарный рынок в общем тоже аккуратно потому что брать брать нужно будет скорее всего биотехнологию нападение биотехнологию биотех очень интересно работать будет в этой ситуации нужно брать будет супермаркеты сетевые нужно брать будет онлайн сервисы то есть это стриминговые сервисы тиви все в таком духе игры игровые компании онлайн потому что карантин скорее всего вошь он будет довольно длительным и сейчас люди понимают что эти ниши они могут еще что-то зарабатывать даже если карантин закончится быстрее чем мы думаем то эти ниши все равно заработают и на отчетах они покажут в принципе прибыль скорее всего поэтому вы знаете что их нужно брать ну это в принципе все мои рекомендации сегодня следим 2 500 2 400 где он закроется как будет себе вести и исходя из этого будем уже думать что работать выше 2 500 кое-что можно будет взять понемножку с целью на 2 700 2 900 но в рост довольно тяжело идут акции на падение они реагируют с ускорением на рост они идут очень медленно поэтому тоже учитывайте шортить 2 700 2 900 можно будет попробовать индекс либо отдельные какие-то бумаги те сектора которые страдают те на которых можно шорт открывать вот такие вот дела всем ребят спасибо не забывайте подписаться на мой канал который есть в описании не забывайте подписаться на канал а маркетс и всегда следить за интересными выпусками аналитики всем пока